забросил константин акулов номер 71 37 прям суперсерия 72 года как-то начиналось как-то неожиданно ну хорошо ладно тут ошибся в передаче гуськов но это уже особой роли не играет бурдаков и передачи сюда бурдаков конечно красавец просто сегодня лучший игрок совершенно определенно в составе ска но вот комаров и вышел потолкаться что здесь происходит не кишин дитс ну конечно куда более уравновешенными в этой ситуации выгод хоккеисты csk но дело сделано они выиграли матч но для победы в серии нужно взять еще одну из тска перед поездкой в столице пытается привет пламенный передать комаров слепышев у них тут все нормально обнимаются улыбаются ну и не кишин с дитсом тоже поверились мир дружба жвачка до до нее ну да тут пытается что-то как-то вот перекинуть мостик следующий но здесь понятно опытный игрок вряд ли он будет отвечать хотя он может раздевалки его показали так выглядит внушительно раздетый в основном сегодня от судьи обоюдное удаление но и в начале второго периода по разу команды учили большинство ну вот еще рассмотрим передача на синюю линию от галимова пошли по шаге не попадает и там медленно но верно пошла точно штангу а там константин окон сразу выдвинуть стартовал мне кажется тот момент когда вот это вот передачу исполнял ярослав дебленко каким-то образом попал под раздачу никишин это мы видели взял вину на себя да бывает и кстати подумал никишин сегодня передач ты не делал а то бы хет-трик горди холл был малого штрафа и наказанной игрок команды цска ярослав дебленко игру чуть больше 30 секунд до окончания матча и и наверно мыслями команды уже в следующей игре марок марок ну зря разминался он проехал бросил в конце матча за 3 русска дали дали поиграть и марова вот так шага никита распоряжается бросок даже наносит подбор забирают петербургцы и вот эта позиционная атака получает свое продолжение будет еще один бросок это он тут провал милу накатил тут лайнсминка что на низком старте уже все готовы понимая во что это все может вылиться ну все равно без какой-то мясорубки потолкались до повалили друг друга прям без мордобоя находиться искать и отвечает просто а какого педан там завалил то но они отвечают ска правильно делают очень сейчас не нужно абсолютно при таком счете там целый букет педан на финише собрал начинается все здесь провальни в кетов в шайбу в ногах и педан пошел бить провальни во двоих завалил это вот он хорошо врезал ну дальше причем а блокировка вот это имеется ввиду да да а дальше грубость кстати я вот ни разу не видел в этом году чтобы педан дрался еще есть возможность увидеть не что с ним никто не будет я даже не представляю кто может на равных с педаном в этом году подраться свитов закончил артюхин тоже в студии работы так что маловероятно что есть достойные соперники и две десятые это на ручке чуть больше хотя а это там полякова отправили лишь на лишний игру куска двойной малый штраф у педана поэтому вообще петербургский панч заканчивать втроем все финиш а цска выиграл пятый матч финальной серии со счетом 73 соответственно он повел 32 армейцам москвы остается сделать еще один шаг для общей победы в этой серии но вот в аналогичном положении год назад московские армейцы выкарабкались теперь предоставляется точно такой же шанс команде романа ротенберга цска поздравляем с волевой победой тяжелейший первый период уступали 0 2 но видите во что все это превратилось владимир гучик леонид вайсельд с репортажем о матче в санкт-петербурге вот на этом заканчиваем но дальше наша студия разберет вот то что сейчас происходит на льду массовая драка может получиться я думаю что мы тоже повисим чуть-чуть торопиться уже не станем а началось все да вот с этого . клюшкой андрея пидана та самая искорка дебленко вот там махач действительно начинается дебленко и пашнин дебленко вскакивает и уже внизу пашнин и вот здесь тоже волевое усилие хоккеиста цска вот такой поворот не хотят они сегодня заканчивать раздухарились да ну прямо как есть циска сегодня не хотели отвечать все равно в конце пришлось пришлось немножечко помахать кулаками надо на пиц как раз ли евгения артюхина готовь совсем скоро не просто так в студию силы конечно и участники наверняка знали что евгений на этой встрече присутствует так что есть шоу анализирует так что дальше дмитрий лукашев евгений артюхи наша выездная студия в санкт-петербурге владимир гучик леонид вайсель говорят вам до свидания до свидания ну что ж вот так неожиданно сегодня развивались события в этой игре кто бы мог подумать тренеры конечно цска не уходят в раздевалку потому что хотят досмотреть это зрелище до конца я думаю что и тренерская бригада ска во главе с романом ротенбергом тоже находится на месте ну вот сейчас клюшки соберут перчатки соберут и в принципе надо готовить уже к следующей игре 7-3 да этот счет конечно никого в заблуждение вводить не должен здесь без разницы что 1-0 что 7-3 надо выиграть четыре матча не важно с каким счетом из семи ну если будете а может быть будет меньше ну что развели все-таки по углам в синем углу сегодня ска в красном цска тут уже померились действительно не хочется никому проигрывать такие банальные вещи говорю особенно да вот таком противостоянии вот и пидан завелся вот с этого все начинается вот так рубит по плечу каменево и было бы странно если бы хоккеисты цска смолчали и погнали макаров здесь дебленко и у нас тут пара получилось хотя вроде пашнин даже не собирался во все это встревать в итоге самая красочная драка вот из всего того что мы видели с всей этой толкотни была именно между двумя защитниками пашниным и дебленко и кажется кажется все пашнин забирает этот бой себе по почкам но вскакивает на ноги дебленко и через пару мгновений уже внизу михаил пашнин дебленко перчатки не снял но дальше борцовский приемчик за ноги перевод в портах до еще пару таких матчей и мы можем спокойно это слово ну все вроде бы успокоилась разошлись хоккеисты разошлись тренеры и хорошее настроение у цска суть по всему что касается ска сделают выводы и разберутся но мы сейчас послушаем после матчевое интервью роман борисович шикарное начало матча 2-0 повели далее мы увидели игру упущенных возможностей какие мысли у вас ну честно по игре сегодня наша лучшая игра с точки зрения моментов всех деталей но это как статистика не врет но счет на табло поэтому нам нужно убрать свои ошибки все будет хорошо нам готовы в следующей игре самая важная игра следующая игра поэтому готовимся спасибо до встречи в москве абсолютно правильные слова от главного тренера ска до поражение сегодня да где-то ошибки подвели да не все свое реализовали но серия то все равно еще не проиграна она продолжается но вот роман рутенберг сказал что лучшая игра в принципе первые 10 минут может они действительно лучшие ладно послушаем что скажет сергей федоров ну и с нами сергей федоров сергей викторович победой вас счет 0 2 был по началу игры и думал спросить вас вот посмотрели у акбарса в серии с авангардному вот так вот но конечно же нет потому что тут совершенно другой хоккей потом начался какие мысли у вас по этому матчу какой момент может быть ключевым стал ну я думаю начало было не за нами соперник здорово действовал но мы сумели вернуться в игру удачно подловили их пару раз на контратаках забили свои голы но остальном я думаю сыграли на своих местах вывели шайбу когда надо было из зоны спасибо вам еще раз с победой спасибо такое чтение что сергей федоров о чем-то своем думал 43 на 28 броски это ничего удивительного команде ска приходилось отыгрываться поэтому они были более активны в атаке что еще остальное примерно одинаково ну просто не 38 31 это тоже можно сказать практически равные показатели также